Сегодня мы начнем обзор производителей, которые на рынке у нас одни из самых продаваемых и расскажем одним из самых лучших сортов у каждого производителя. Итак, сегодня у нас Агру-Успех. Агру-Успех на рынке достаточно давно. Южные регионы их хорошо очень знают. Вот в нашей средней полосе, в частности, появился он только в этом году. Но могу сказать одно, что Агру-Успех достаточно хорошо продаваемая фирма. Чем хорошим? Смотрите, значит, на пачке, вот что мне очень понравилось, есть вот такая линейка. То есть вы видите, какие семена вы покупаете, сколько их там, сроки созревания, то есть с момента посадки семян до спелости. Дальше, что мне еще понравилось. Здесь идет комментарий, правильно, как высаживать, для чего он идет, в каком виде его лучше использовать, на заморозки или на консервацию, в салаты или типа. И, конечно же, самое главное, это цена. По граммам я хочу сказать, что вот Агру-Успех по семенам, количество семян, по граммам здесь больше, а цена у него ниже относительно других производителей. Что мне понравилось у этого Агру-Успеха? Значит, здесь представлены все основные направления перцев, не направления, а сорта перцев. Значит, перцы в декоративном направлении, то есть вот комнатные есть. Есть перцы, которые гагашарного типа, это вот такой гагашар красный, гагашар оранжевый. Ну, наверное, самый-самый любимый старый сорт, подарок Молдовы. Его все знают, все любят. Перец универсальный и на заморозку, и в салаты отлично идет. Ну и, конечно же, вот такой вот сладкий кубанский консервный, один из самых тоже любимых, давно известный сорт. Ну и красное чудо цилиндрической формы, плоды достаточно крупные, толстостенные. То есть, ну вот все такие вот одни из самых вот любимых, скажут. Вот вот сладкие Риалта и Лидия. Лидии тоже давно на рынке. Хочу объединить в одну группу вот этих вот трех одних самых продаваемых производителей. Это Сибирский сад, Уральский дачник и семена Алтая. Что можно сказать про них? На рынке они достаточно давно. Схожие семян у них отличные. Пересортицы фактически не бывают. То есть, сорт, который заявлен на этикетке, как правило, получаем на выходе уже. Что еще интересного у этих трех производителей? Их можно объединить в одну группу. Они все очень устойчивы к заболеваниям, устойчивы к перепадам температуры воздуха в летний период времени. Когда температура у нас может в течение суток меняться от плюс 30 до плюс 12. Вот эти перцы, скажем так, не сильно страдают. Так как они, как говорится, произведены в Сибири. Что еще вот интересного в этих сортах? У всех у них полный спектр всех видов сладкого перца. То есть, их хоботы, хоботовидные, цилиндрические и, опять-таки же, яблочного типа, томатного типа, который я вам рассказываю, которые гагашарского типа, которые очень любимые. Вот еще мне очень понравилось у уральского дачника. Здесь, значит, у них тоже есть сорта, которые любимые, уже давно известные. В частности, вот «Бычье сердце», «Уральский толстостенный», «Екатерина». Это вот уже на рынке очень они давно заслужили оценки 5 с плюсом и больше. Достаточно скороспелые, среднеспелые, урожайные. На одном кусте вы можете получить до, ну, половины ведра набрать с одного маленького кустика растения. Я считаю, что это очень хороший результат. Есть вот такого направления, «Экстремалы», «Королева Елизавета», «Ф1», «Великолепный век», «Сибирский валенок». Вот, валенок. То есть, вот эти вот, они одни из самых покупаемых сортов. Еще вот мне понравился у «Уральского дачника», у них появилось вот это новое направление семена премиум-класса. Как правило, у них вот здесь все «Ф1» гибриды. Вы помните, что я говорила, что гибридом мы не можем собирать с них семена, так как это, в общем-то, не сортовые. А гибрид – это, в общем, результат селекции, когда собраны самые лучшие сортовые свойства растений и достаточно все устойчивые очень и к заболеваниям, и к перепадам температуры. «Ф1» он, скажем так, более высокого плана. Так, и вот здесь вот у них «Санькина любовь», вот такой желтый, очень популярный сорт, называется «Мегатон золотой» и «Гиганта русса». Вот, это все «Ф1». Вот они, ну, достаточно хорошие сорта. Так, семена Алтая. Что интересного в этих семенах у алтайцев? Значит, что мне понравилось, на каждом почти этикеточке вот здесь указано, что устойчив к понижению температуры, ну, что-то отличительное, вот, именно качество именно данного сорта. То есть, когда вы приходите в магазин, зная там название, вы еще можете подобрать, что для вас важно, например, понижение температуры или очень высокая урожайность куста, или чтобы он был очень толстостенный, или раннеспелый. То есть, вот здесь у семенов Алтай, как правило, здесь на передней странице все написано. Тоже очень, ну, подсказка, это здорово. Дальше, значит, что у них, какие самые такие вот известные сорта, которые уже, ну, у всех на устах. Ну, конечно же, это «Султан». Дон Педро, Арсенал, желтый колокол, необыкновенно красивый, достаточно урожайный, золотой теленок, стенки у него один миллиметр, один сантиметр, устойчив к заболеваниям, к основным, ну, прелесть. Вот, Роман, здесь перцы очень крупные, 350 грамм. Это вот то, что, конечно, ну, раннеспелый, красное чудо. Алибаба, скороспелый, супер урожайный. Ну, вот такой я не пробовала, в Венте называется, сорт, но тоже достаточно известный. Вот эти все сорта, они действительно заслуживают внимания. Что интересного в сибирском саде? Сибирский сад очень подошел креативно к подходу названия сортов. Он называется так, то есть, в принципе, уже в названии можно понять, какого направления перцы. Вот все, что толстое, лопата, мамонт, воловье ухо, вот все, что такое, по названию, такое, объемное, это, как правило, все очень толстостенное, все очень урожайное, и, как правило, это цилиндрического формы перца. Толстый барон, у всех на устах давно. Что интересного в сибирском саде, мне нравится, здесь вот вы можете семена посмотреть, видите, то есть, их видно какие, даже можно увидеть, какие семян здесь, ну, там, сморщенные или не сморщенные, но, как правило, вот такого визуального я, в общем-то, не наблюдала, как правило, семена почти все одного размера, одного и того же вида, их видно, пересчитать количество можно, согласитесь, это, в общем, достаточно удобно. Толстый барон, сибирский формат, это вот, ну, я не знаю, они, наверное, у всех вот на устах. Бугай, щеголь, калифорнийское чудо, калифорнийское чудо есть у всех производителей, очень распространенный и любимый сорт. Яблочный спас, златогривый лев, красная лопата, вот, само название говорит уже о том, какой будет перец. Это новинка, кстати. Бивни мамонта, тоже понятно, что это будет в виде хобота. Голиаф, ну, и уже, наверное, любимый, это валовий ухо. Его тоже все садоводы знают, любят. Это в сибирский сад. Обзор следующих. Значит, сейчас я вам расскажу про элиту, гавриш и евросемена. Расскажу, что, какие лидеры продаж у этих трех производителей. Ну, что сказать про элиту и гавриш. Это фирмы достаточно давно на рынке, больше 25 лет. У них у всех есть научно-производственная база, которая отслеживает качество семян. И каждый год они на рынок выпускают какие-то новые сорта, что, согласитесь, это важно. Что у них интересного? Значит, могу сказать о том, что пересортицы у них иногда встречаются. Схожесть семян 4 с плюсом. Состав, разогназий сортов великое множество. Значит, что интересного у элиты? Ну, наверное, вот такой один из самых известных. Это толстячок. Екатерина, F1. Биг бой. Красный барон, опять-таки же. Красные сапожки. Подарок Молдовы, который я вам говорила. У всех производителей он есть. Один из самых любимых, как у садоводов, так и, наверное, у производителей. Калифорнийское чудо. Это тоже один из самых распространенных и самых любимых сортов. Купив их, вы не останетесь без урожая. Это будет беспроигрышный вариант. Биг Мама, Биг Папа. Смотрите, какой интересный сорт. Он фиолетовый. Ну, красиво будет очень смотреться на грядке. Шоколадный хоровод. Гагашарного типа. То, что я вам говорила. Удобен для фаршировки, для салатов, быстрого срока созревания. Ну, песня. И вдобавок еще необыкновенного цвета. Венгерский желтый. Биг Герл. Про этот сорт я ничего не могу сказать. Я его еще не пробовала. Ну, достаточно тоже покупаю. Так, что у гавриши? У гавриши интересный перец. Острый. Кохиба. Кокоду. Есть перец, который можно подумать, что он острый, но на самом деле он сладкий. И самое интересное, вот его хорошо высушивать. И, в общем-то, как ароматическая добавка к блюдам к зиме. Он и косею, если вы там планируете сделать декоративный, смотрит изумительно просто. Заморозь меня. Тут уже само название говорит само за себя, для чего этот перец предназначен. Стенки у него очень толстые, он сочный, красивый. Сок у него необыкновенно красного цвета. Ну, красавец. Перец, одно слово. Известный тоже невозможно. Арарат. Опять-таки же, толстячок. Тевери. Турбин. Сноудом. Петушок. И какаду желтый тоже покупаемый и любимый сорт. Достаточно крупные плоды у него. Это вот в граблище. Дальше. Семена евростандарта. Здесь очень удобно. У них идет, во-первых, показано назначение, то есть размер указан. Максимальная высота куста, то есть все на переднем плане. И сразу же подписано, какие сорта, то есть для чего они. И что у них еще мне очень понравилось. У них есть тоже градация такая. Вот, например, указано, видите, для салатов. Здесь нарисовано прям, что для салатов. Достаточно, значит, скороспелый. Мякоть сочная, изящная. То есть, чтобы вам, как говорится, в помощь. Тоже очень важно. Вот здесь вот значок для закрутки. То есть, придя в магазин, вы сразу не потеряетесь. Причем вот такие вот гашарного типа, их можно закручивать и даже целиком. В банке они тоже смотрятся безумно красиво. Итак, пекинез, грек, кирилл, кастор. Это вот как раз перцы гашарного типа. Дальше. Декоративные сорта. Ну, если вас это просто интересует. На самом деле, вот эти вот я еще хочу сказать, что декоративные сорта, их можно ведь и летом высаживать в сад вместе с горшками. Они очень декоративно смотрятся в саду. То есть, время, когда не хватает цветов, не хватает красоты в саду. Вот этот перчик может вам сыграть добрую службу. То есть, на летний период вы его выносите, на зимний период заносите домой. Он очень декоративный. Кустик небольшой, усыпан вот такими мелкими красивыми плодами. Есть их нельзя. Так. Мегафон желтый. Артур. Красный толстяк. Это острый перец. Дальше. Потап. Птишка. Князь Серебряный. Семейка. Борец. Сказка. Это вот одни из самых покупаемых и любимых сортов. Ну, я надеюсь, что вот такой мини-обзор по сортам вам пригодится. И придя в магазин, вы вспомните название сортов и, как говорится, сделайте правильные покупки. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. До свидания. На дачном участке. Умывальник. Умывальник. Как установить умывальник на участке. Во-первых, его можно разместить прямо на газонной траве, зафиксировав в грунте. Во-вторых, с помощью крепежных изделий, входящих в комплект, закрепить к садовой дорожке или на террасе. Подбирайте умывальник к дачному стилю своего участка. Все модели и новинки уже в продаже на маркетплейсах. Субтитры создавал DimaTorzok